Всем привет, народ! Я Аля Фро, и сегодня мы с вами продолжаем делать всякое мракобесие в преддверии Хэллоуина. Классный праздник, классный праздник. Просто, ну, какой еще праздник позволит вам почувствовать себя ведьмочкой, медсестричкой, окровавленным трупом в кустах Терновника? Ммм, ммм, вот и я о том же. После того, как я выложила вот эту вот фотографию в Инстаграм, вы мне в директ начали писать с просьбами рассказать, как и из чего я делала вот этот грим на щеке. С удовольствием исполню сегодня ваш этот запрос. Только показывать я буду этот грим, эту технику не на лице, а на руке. Почему я так делаю? Потому что я в таком формате смогу вам чуть ближе показать, как именно я работаю с воском, как именно я работаю с гримерскими материалами, чтобы вот эту текстуру получить. Фактуру, фактуру. Если бы я делала этот макияж на лице, я бы вот смогла вам показывать вот это лицо, может быть чуть ближе, но именно вот прям самые мелочи показать я бы не смогла. Поэтому я решила просто показать технику на руке, а вы можете уже как угодно вообще применять эту технологию и, не знаю, лепить это все на шею, на тело, на лоб, куда захотите. И использовать не только кристаллы, вы можете использовать вообще любые вещи, которые найдете в квартире. Кота! Но прежде чем мы начнем, я от души вас хочу поблагодарить за то, что вы устроили под видосом о семи грехах. Я очень рада, что он вам зашел, а я могу, знаете ли, точно сказать, что он вам зашел, потому что ни одно из видео больше такого видбэка не получала на канале. В общем, спасибо вам огромное за то, что вы ставили лайки, писали комментарии и устроили такую активность. Вы теперь точно можете видеть, что это работает. Мне люди писали, что они увидели мое видео в рекомендациях, что YouTube стал рекомендовать. Это все вы. И новых подписчиков на канал, и просмотры этому видео принесли вы, ребята. Вы такие крутые. Спасибо вам за это огромное. И я вообще очень рада приветствовать всех новых людей, которые пришли на мой канал. Я надеюсь, мы с вами подружимся, и мы с вами надолго здесь вместе зависнем. Давайте пытаться сделать такую активность теперь под каждым видео, чтобы YouTube все больше выдавал мой канал в рекомендациях. Это прям очень мотивирует меня, и после того, как я увидела, как вам зашел видос, мне хочется снимать и снимать и снимать. И вот сегодня я это видео снимаю, знаете, на такой волне позитива. Это все как бы вот из-за того, что я вижу фидбэк. Я даже заикаться начала. Из-за того, что я вижу фидбэк. Я когда вижу вашу обратную связь, я понимаю, что я делаю все это не зря. И так вы мне показываете, что вам интересно, и новые люди приходят, и это все так классно, так мотивирует. И мы с вами в таком вот просто, в такой волне любви взаимной. Сейчас пойдем и будем пихать в себя кристаллы. Прозвучало ужасно. Да, на моем канале всегда так долго. Я всегда очень люблю с вами поболтать, поэтому смиритесь. В своем макияже я использовала кристаллы хрусталя. Еще, конечно же, нужен специальный воск для грима. Его можно купить в любом магазине, где продаются гримерские материалы, аквагрим, театральный грим и так далее. Кстати, вы все спрашиваете, когда будет видео, где я варю собственный воск. Народ, я пыталась неоднократно, честно пыталась, но у меня нифига не получилось. Вот пруфы. Собственно, на разных этапах случались какие-то фейлы. Воск то закипал после того, как я добавляю в него тональный крем или консилер. А если вдруг не закипал, то при смешивании этих двух вещей появлялись вот такие какие-то хлопья внутри воска. Пробовала несколько раз. В итоге мне все же удалось с горем пополам размешать воск и тональный крем до примерно однородного состояния. Но так вышло, что его текстура была далека от текстуры настоящего гримерского воска. В принципе, на видео вы довольно хорошо можете сейчас видеть, что он не растягивается по коже, он не такой пластичный, он не такой, знаете, шелковистый что ли. Он крошится, он неоднородный и в принципе в кожу не втирается. То есть для создания каких-то эффектов натуральных, да ран, да шрамов, но они тоже должны быть натуральными. Короче, для создания натуральных эффектов он не годится. Честно, не знаю, что с ним делать. У меня лежит килограмм пчелиного воска. Если у кого-то есть идеи или комментарии, пишите внизу обязательно. Еще нам, конечно же, понадобится клей. У меня специальный для грима на водной основе, но если у вас такого нет, подойдет какой-нибудь хороший клей для ресниц. Тоже будет все прекрасно держать. Отковыриваем кусочек воска для грима. В упаковке он довольно плотный, но когда касается теплых рук, становится очень пластичным, липким и податливым. И вот вытягиваем из него такую небольшую колбаску. Затем эту колбаску нужно обернуть вокруг нижней части нашего кристалла. Сделать вот такую своеобразную юбочку. То есть обернуть его вокруг той части кристалла, которую вы будете прижимать непосредственно к лицу. Логично. Теперь нам нужен вазелин и какая-нибудь гладкая подойдет керамическая плиточка. Вазелин нужен, чтобы смазывать инструменты и пальцы, чтобы работать с воском, чтобы он не лип к этим инструментам и пальцам. А плитка нужна для того, чтобы именно по ней растягивать наши будущие накладки. По ней растягивать воск. Сначала зубочисткой смазанной в вазелине, а потом пальцами смазанными в вазелине. Я немножко растягиваю воск по рабочей поверхности, тем самым создавая такую небольшую накладку. И потом ставлю в морозилку минут на пять, чтобы наши накладки немножечко затвердели. Через пять минут достаю заготовки из морозильника, смазываю нож вазелином и аккуратненько отделяю накладки от плитки. Дальше все логично. Беру клей, ставлю несколько жирных капель на кожу, слегка подсушиваю, как написано в инструкции, и приклеиваю накладки на руку. Вообще сам воск довольно липкий и на него тоже можно всякое клеить к коже, но я предпочитаю немножко подстраховаться. И еще использую клей, тем более эти кристаллы довольно увесистые, а если использовать и воск, и клей, то они точно никуда не отвалятся. Затем повторяем историю. Берем зубочистку, смазываем ее вазелином и начинаем долго и муторно растягивать края накладок и сглаживать их с кожей. Сначала это удобно делать тонким каким-то инструментом, я вот использую зубочистку, потому что у меня нет каких-то шпателей специальных. А потом уже можно тянуть и пальцами, смазанными в вазелине, и тогда у вас получится довольно тонкий край, и можно даже вшлифовать этот воск в кожу, и перехода не будет заметно. Прекрасный универсальный инструмент это зубочистка вообще. Беру снова зубочистку и начинаю создавать эффект отходящей такой кожи от кристаллов. Ну в общем эффект рваной кожи, потому что это логично, если сквозь кожу лезут острые предметы, то кожа рвется и немножко обхватывает этот предмет. Затем все это дело нужно слегка припудрить, чтобы краска легла лучше. Я использую самую обыкновенную рассыпчатую пудру, никакую не транспарантную. Ну и в общем сейчас начинается самое интересное и творческое. Берем разнообразные краски, жирный театральный грим, я еще использую помады, разнообразные тени и начинаем красить. Я далека от всего перечня гримерских материалов и не могу вам точно сказать, какие краски подойдут для воска, а какие нет. Просто когда вы покупаете воск, спросите об этом консультанта в магазине. Но на своем небольшом опыте могу сказать, пока все материалы, которыми я пользовалась, нормально ложились на воск и не плешивили. Конечно же, кроме раскрашивания самой раны, необходимо еще создать соответствующий эффект вокруг этой раны, на воске и даже на здоровой коже. Создать, знаете, впечатление припухлости и немножко покрасить все вокруг в красноватый тоже оттенок. Ну и конечно же, куда ж без фейковой кровищи-то на Хэллоуин. Это последние штрихи, когда вы уже довольны цветом, вы можете добавить немножечко театральной крови. Она прям на глазах значительно улучшит ситуацию. Она всегда так делает. Кровь это как взрыв. Ну и остается только любоваться результатами нашего кропотливого труда. Ну красота же. Ну я тоже думаю, что красота. Мамка точно похвалит, ей понравится. Пару лет назад я делала похожий макияж на Старкон Хэллоуин, но только вместо кристаллов я использовала кусочки оргстекла. Потому что мне нужно было в своем косплее создать эффект расколовшегося такого скафандра. А в этом году я как-то эту идею вспомнила и решила переделать ее уже вот с настоящими кристаллами хрусталя. Мне кажется, смотрится прикольно. Как я уже говорила, использовать эту технику вы можете абсолютно на разных частях тела. Применять ее, как только вам ваша фантазия подскажет использовать любые материалы, не только кристаллы. Хоть кофейные зерна. Будет создаваться впечатление, что вас стреляли из дробовика только кофейными зернами. Поэтому вообще отпускаем тормоза Хэллоуин, можем делать и фантазировать как нам угодно. Надеюсь, это видео было вам полезным, интересным. И вы будете ждать следующие видео на хэллоуинскую тематику и не только. Влог из Греции в трех частях, скорее всего. Чтобы это все не пропустить, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. Очень всех сильно обнимаю. Совсем скоро новые видео. И совсем скоро мы с вами увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok